На Псалом 135, страница 443. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Сказав выше о благодеянии, которые Бог оказал людям, теперь Пророк говорит и о том, сколь велика милость Его, не измеряя Ее, это невозможно, но желая показать беспредельное Ее величие, призывает всех к словословию и говорит, прославляйте Господа, то есть благодарите, славьте Его, ибо вовек милость Его. Что значит вовек? Он не иногда только благодетельствует, а иногда удерживается от этого, не иногда, а только милует, а иногда перестает миловать, как бывает у людей, которым препятствует страсти, не дозволяет малодушия, останавливает угождение другим, не допускает обстоятельства, но Бог не таков. Он постоянно милует и никогда не перестает делать это, хотя делает различные и разнообразно. Так говорит пророк. Он всегда милует и никогда не перестает благодетельствовать людям. Далее, сказав, что Бог постоянно милует, пророк приводит и доказательства милости Его и постоянства этой милости, заимствуя их от предметов видимых. Но так как Он руководил слушателей их благочестию, то смотри, как опять сравнивает Бога с языческими богами и опять по снисхождению к слушателям. Что же говорит Он? «Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его». «У Господь господствующих!» «Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его!» В предыдущем псалме Он говорит, что Господь над всеми богами. А здесь говорит еще более, что Он Господь и владыка их, идолов, либо уж разуметь, или бесов, потому что хотя бесы прогневали Его и преданы позору, но они рабы и подвластны Ему. Потому, говорит, исповедайтесь, прославляйтесь, что вы имеете Бога, который выше всех, которому нет подобного, который есть владыка всех, Господь всех. Впрочем, Он называется и Богом благоугодивших Ему. Например, когда говорится «Я из Бога Враама, Бога Саака и Бога Якова». Почему же здесь Он называется Богом бесов? В ином смысле говорится то и в ином это. Там представляется близость и особенная любовь Его к Ним. А здесь показывается Его превосходство. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Сказав, что Он есть Господь и владыка богов, пророк приводит теперь доказательства этой истины. Подтверждает сказанное, указывая опять на силу Его. Не сказался творившему, но творящему. Выражая, что Он непрестанно благодетельствует, творит чудеса, совершает дела дивные. Пророк представляет два особенные его свойства. Что Он творит и что творит один. Или лучше сказать три или даже четыре, что Он творит и творит чудеса, и великие чудеса, и творит один. Этими словами не опровергается Сын Божий, но только Бог противопоставляется бесам. Посмотрим же, какие это чудеса, великие чудеса, которые Он один творит. Впрочем, вначале пророк говорил нам не о силе, но о человеколюбии и благости Божии. Прославляет и говорит Господа, ибо Он благ. Почему же теперь Он перешел к силе? Потому что эти чудеса – суть действий не только силы, но и человеколюбия. А объясняя, какие это чудеса, Он продолжает сотворившему небо, который премудро сотворил, ибо вовек милость его. Сотворившему светило великие, ибо вовек милость его. Твердил землю на водах, ибо вовек милость его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость его. Если все это показывает его силы и премудрость, то вместе показывает и великое его человеколюбие. То, что все это так величественно, прекрасно и прочно, возвещает о силе и премудрости, а то, что оно сделано для нас и для нашей пользы, возвещает о человеколюбии и постоянной благости его. «Видишь ли, как вовек милость его? Не на десять и не на двадцать лет он сотворил это, и не на сто, двести или тысячу лет, но продолжил на всю жизнь нашу». Выражая это самое, пророк и прибавляет каждому стиху «Ибо вовек милость его!». Поразительно и то, что он, сотворив это и предоставив нам, вначале не лишил и тогда, когда человек приступил заповедь, но что дал ему, когда еще он не согрешил, то оставил наслаждение ему и после грехопадения, и не воспрепятствовал пользоваться этим после греха. Притом он сотворил не одно только небо, но и другое, показав в самом начале, что он не оставит нас на земле, но переселит туда. «Если бы он не хотел переселить нас туда, то для чего и создано было бы небо? Эта стихия для него самого не нужна, потому что он ни в чем не имеет нужды. Но желая нас с земли переселить туда, он приготовил тамошние обители». «Он сделал это, желая во всех отношениях быть страшным для врагов и показать, что он может сделать все и силой, и властью. И скрытно и незаметно для них. То, что сделал он явно, сделано не потому, будто не мог устроить скрытно, и то, что устроил скрытно, сделал не потому, будто не мог взять явно, но в том и в другом случае показал свою силу. А что и это навело великий страх на иноплеменников, о том, послушай, как впоследствии сказали волхвы Азотские. «Это грозный бог, который отягчил Египет, когда поругались им фараон, так когда извел их. Видишь ли, как они страшились его, и поэтому по причине похищения скрытность и неизвестность для них». Стих 13. Развил черное море, ибо вовек милость его. Некоторые говорят, чтобы не один путь был, но вода раступилась отдельно для каждого колена, так, что было много проходов. Все это, если показывало великую его силу и являло его страшным и великим, то вместе было делом и великого человеколюбия. Не только к тем, которые удостоились этого, но и к врагам, если бы они хотели быть внимательными. В самом деле, он не вдруг потопил их, но когда они после такого множества чудес решились броситься в воду. Хотя бы они были бесчувственны и всех, они должны были быть, представив прежние чудеса и настоящее, бывшее у них перед глазами, удивляться его силе, поклоняться и оставить неуместное состязание. Но они, видя, как вся природа по его воле изменяет свои свойства, восстает против них, даже и при этом не оставили своего безумия. Но и взирая на такое необычайное чудо, дерзко вступили в этот необычайный и новый путь. «Потому море и сделалось для них гробом, и это было делом не природы, а казнью, посланную от Бога. Потому в короткое время и совершилось противоположное действие, и море разделилось не в одном месте, но по числу всех колен. При каждом из знамений пророк упоминает о милости, потому что она преимущественно была целью действий Божьих, и чудеса совершались на стихиях для того, чтобы они не были приписываемы естественному порядку вещей, но высшему мановению творившему чудеса. Так было и с морем. А что это произошло тогда, не по случаю. Видно из-за того, что после ничего такого уже не было. Между тем, все происходящее, естественно, часто повторяется и обыкновенно бывает в известное время. «И провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его». 447. Видишь ли, как справедливо пророк в каждом стихе прибавляет вовек милость его. Все это показывает непрерывное его попечение, хотя самые события имели конец. Но воспоминание о них служило для потомков великим побуждением к Богопознанию. Будучи передаваемым потомкам через воспоминания, они руководили их к великому любомудрию. Впрочем, ни одни эти чудеса были совершаемы. После них не прекратилось промышление Божие и на событиях египетских не остановилось его человеколюбие. Но всякое время и всякий век представляет обильные доказательства неизреченного его человеколюбия. 548. Удивляясь этому, пророк постоянно прибавляет, ибо вовек милость его. 648. Хорошо прибавил он проведшему Израиля посреди его, потому что и это дело могущества Божие. 748. Недовольно было только раздвинуть море и сделать для них переход удобным. Это самое еще более могло поразить их, устрашить и удержать от решимости, внушая своей необычайностью великую боязнь. 848. А сила Божия и после отступления моря произвела в них смелость и внушала им идти этим путем и необыкновенным путем. 948. Когда воды возвышались с той и с другой стороны, нужно было иметь возвышенную и мужественную душу, чтобы не страшиться перехода и не опасаться, чтобы море, поднявшееся по ту и другую сторону, не низвергнулось на них и не потопило всего стана. 1048. И не зверг фараона и войско его в море чермное, ибо вовек милость его. 1148. Это выражение употребил он, желая показать, как легко совершилось потопление. 1248. Притом заметь, как вместе с могуществом и гневом Бог показал долготерпение, не прежде погубив их, хотя они и дошли до такого бесстыдства и сопротивления, как когда они сами добровольно бросились в пропасть. 1348. Не напрасно наказывается и войско фараона, так как оно разделяло грех и участвовало в преследовании, то разделило и наказание, и мучение. 1448. Птих 16. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его. Это не меньше того, как провести через море. В самом деле, хотя там земля была сухая, и можно было на ней поставить стан, 1548. Но вместе с тем было много других неудобств. Там все могло погубить их и предать жесточайшей смерти. 1648. И голод, и засуха, и жажда, лучи солнца, ударяющие боли надлежащего, и множество диких зверей, недостаток во всем необходимом. 1648. Ты знаешь, сколь во многом человек имеет нужду, но они, будучи лишены всего этого, не имея ни крова, ни пищи, и недостаточной одежды, ни обуви, и ничего другого подобного, как бы ликуя среди городов, продолжали путь в таком положении через всю пустыню. 1748. Посмотри, сколь многих чудес, бывших в пустыне, и сколь многих лет руководительство народом, пророк не исчисляет, а упоминает только о двух чудесах, совершившихся над тамошними царями. 1848. Проходя молчанием новую их пищу, чудный кров, светильник, который никогда не переставал являться, одежды, которые не ветшали, обувь, которая не изнашивалась, источники, которые не стекали из камней, и другие необыкновенные и чудные явления, которые делали для них путь удобным, он упоминает только о двух. 1848. Как Бог поразил царей и наплеменников, как возник трофей и даровал им победу, а прочее представить обстоятельно предоставляет слушателю. 1948. Поразил великих царей, ибо вовек милость его, и убил царей сильных, ибо вовек милость его, сего на царя Амарейского, ибо вовек милость его, и ого царя Вассанского, ибо вовек милость его. 2048. И каждому стиху прибавляет, ибо вовек милость его, показывает, что хотя одних врагов сменяли другие, но никто не победил их. Почему? Потому что они непрестанно удостаивались человеколюбия Божия. Это и выражает он постоянно, повторяя. «И отдал землю в наследие, ибо вовек милость его, наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость его». Два вида благодеяния. Тот, что они победили врагов, и тот, что сделали с господами их владение. Действительно. И то было делом великой силы. Но чтобы они не только изгнали туземцев, но и были в состоянии занять и удерживать чужую землю. Далее опять объясняет, что они сделали с владителями всего этого не по своим заслугам, а единственное по благости Божией. Он прибавляет, «Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость его». Выражая, что не в добродетелях, не в счастье, а в смирении нашем. Смысл этих слов следующий. Достаточно было действия, бедствия и страдания нашего, чтобы преклонить его на милость. Так и вначале, когда освободил их из Египта, он не сказал, «Видел перемену их к лучшим, но увидел, что озлоблены люди мои в Египте и избавил нас от врагов наших». Чтобы не перечислять отдельно войн, нападений, побед, трофеев, он опять, одним словом коснувшись ряда их подвигов и оставив то, что происходило в частности с иудеями, обращается к всеобщему его промышлению и говорит, «Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость его». Итак, ни земля, ни вода, ни воздух, ни солнечный луч, и ничто не другое произращает плоды, но все от него. Посмотри здесь не только на могущество, но и на неизреченное человеколюбие его. Как и Христос сказал, «Солнцу своему повелевает сиять на добрых и на злых, и дождю проливать на праведных и на неправедных». Так и пророк здесь выражает тоже в словах, «дающий пищу всякой плоти, то есть неправедным и добродетельным только, но и грешникам, и нечестивым, и всему роду человеческому, что в особенности и возвещает об его владычестве». Видишь ли, что Псалом составлен особенно для того, чтобы руководить к Бога по знанию. Потому и вначале он прежде всего указал на всеобщее явление, и в конце ими же заключил речь. Выше сказал о солнце, луне, молнии, дождях, которые бывают не в одной только части вселенной, а в заключении указал на общую всех пищу. Затем, доказав промышление Божие о всем, он прибавляет, «Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его». Потому что из сказанных явлений открывается и то, что Он есть Господь всего, и горнего, и дольнего, и на все простирается Его промышление и попечение. Будем же возносить Ему благодарность за все, за всеобщее и за частное, за благость, за человеколюбие, за могущество, за попечение. И будем делать это постоянно в положении всей жизни. Как и псалмопевец говорит, «Исповедайтесь Господу, прославьте Его, и Он благ, ибо вовек милость». Это жертва, это приношение, это особенно преклоняет Его на милость к нам и привлекает Его благоволение, которого досподобимся все мы, благодати и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава в веки веков. Аминь.